Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас программа посвящена медицинской теме, да ещё какой детской медицине. И мы рады приветствовать здесь, у нас в студии «Открытого диалога» Ольгу Александровну Муценко, заведующую детской поликлиникой номер 3, Мацомт, врача-педиатра. И будем говорить, естественно, о работе этой поликлиники, что там нового, что там интересного. Поэтому приглашаем к этому разговору всех зрителей и зрительниц, и дедушек, и бабушек, и мам, и пап, потому что все переживают за своих маленьких детей, внуков, а вы за маленьких пациентов. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, как за маленьких пациентов, так и за их родителей. За их родителей. Иногда, наверное, за родителей приходится даже больше переживать. Естественно, нужно успокоить маму, настроить её на позитивный лад, что всё всегда будет только хорошо. Давайте начнём с простого вопроса. Как вы стали врачом-педиатром? Почему именно врачом-педиатром? Это был специальный выбор, случайный. Потому что специальностей-то много, а врач-педиатр – это, мне кажется, двойная ответственность. Врачом я хотела стать ещё с самого детства, начиная с детского сада, с моим ростом. Это желание только усиливалось и укреплялось. Мне всегда нравились маленькие дети. Их забота о нём, заботиться о ком-то, о том, кто младше меня. И будучи уже в университете, выбрала, что надо быть именно врачом-педиатром, посвятить всю свою сознательную жизнь работе с маленькими детьми. Не жалеете? Нет. Потому что мне кажется, что это, правда, двойная ответственность. Потому что со взрослыми, да, они тоже бывают разные. Но всё-таки как-то, наверное, можно, условно говоря, договориться, объяснить, а ребёнок же, его надо успокоить, потом успокоить его маму. Это же целая психологическая работа. Дети более позитивные, будем говорить так. И они больше, лучше откликаются на лечение. И быстрее можно увидеть результат своей работы, чем работа леча взрослых пациентов. Ну вот такой маленький исторический экскурс, и прошло уже довольно много времени, да, Ольга Александровна, вы не жалеете об этом. И оказывается, с детьми действительно можно, что называется, договориться. То есть они послушные. Послушные. Они чувствуют, что вы хотите им помочь. Конечно. Ну и, конечно же, когда есть ещё возможность помочь, потому что мы говорим сегодня о целой поликлинике. И тут тоже такой вопрос провокационный. Проще быть врач-педиатр, пришла, отработала, выполнила свою задачу, либо за всю поликлинику отвечать. Наверное, всё-таки именно врачом-педиатром работать проще. Когда ты отвечаешь только за своих пациентов, которые к тебе приходят. А руководителям учреждения работать сложнее в том плане, что кроме того населения, которое относится к поликлинике, ты должен отвечать, ты ещё и отвечаешь за тот коллектив, который работает в очередной день. Ну да, то есть за коллектив, за их какие-то проблемы, которые, может быть, даже у них в семье. Тем более сейчас сериалов таких много, где рассказывают. Может быть, вы немножко посмеиваетесь над ними. Но, тем не менее, конечно же, коллектив, врачи, кадры, все хотят, чтобы в поликлинике работали только самые лучшие, чтобы пациенты не жаловались, чтобы главная задача была выполнена. Детки получали то отношение от врачей, которое необходимо. Ну и насколько я понимаю, что второй год уже на улице 8 марта работает детская поликлиника. И как вот есть у вас, так называется, на сколько там посещений? Сама поликлиника, как бы, открыта и сейчас, она на 155 посещений в смену. Это в день, получается? Это в день, да. Поликлиник работает с 8 утра до 8 вечера в будние дни и по субботам с 9 до 3. За этот период, с момента открытия, к нам прикрепилось около 1300 детей. И прикрепление населения продолжается. Да, начинали мы с трех педиатрических участков. На данный момент у нас уже 4 педиатрических участка с увеличением количества прикрепленного населения. Количество участков растет, да. И начинали мы при открытии. У нас было из узких специалистов, это был только врач-отоларинголог, врач-стоматолог, врач-хирург. На данный момент у нас работает и врач-невролог, врач-офтальмолог, функциональная диагностика присутствует. То есть растет количество узконаправленных специальностей. Да. Это говорит о том, что вы растете, набираете сил, и для того, чтобы ваши... Пациенты были довольны качеством оказыванной медицией. Просто перешли на другой этаж, что называется, да, а не ехали куда-то в другое место. Но это, опять же, накладывает определенную ответственность на поиск кадров. Давайте сразу же немножко о кадрах поговорим, потом об оборудовании поговорим. Потому что кадры, наверное, это тоже такая головная боль любого руководителя. Как у нас очередь стоит или все-таки приходится еще зазывать как-то людей? К сожалению, очередь не стоит. Не стоит, да. Приходится искать этих, предлагать какие-то варианты, может быть, приятный график работы и так далее, да? Да, естественно, и комфортные условия, труда, удобный график работы и для сотрудников, но и в то же время, чтобы данные... Ну, чтобы все были довольны, грубо говоря. Все были довольны, но и сотрудники, но и пациенты. Да, потому что мы можем очень много сделать для врача, а у него может быть не очень хорошая подготовка. Это тоже важно. Кстати, а вот если, например, ну, немножечко негатив же должен быть, потом будем на позитив переходить. Почему? Потому что, кстати, во второй части мы и о медицинских темах поговорим. У нас гриб, орви, что там нужно делать и так далее. Все-таки, если, например, жалуются на врача, ей существует какой-то механизм, что, ну, во-первых, вы же не знаете, может быть, врач-то все правильно сказал, а вот мама переживает, что вот у ее ребенка как-то не так лечит врач. Какие-то, как это, расследования происходят? Есть, нет, происходит служебное разбирательство. Конечно, пытаемся выяснить причину, кто прав в данной ситуации, либо медработник, либо родители. Если какие-то возникают спорные вопросы, то предлагаем варианты для их решения, при необходимости направляем ребенка на консультацию в учреждение, консультативно-диагностический центр. Да, для того, чтобы получить еще одно мнение по поводу данной патологии. Если мама считает, что врач либо непрофессионально подошел, либо неправильно диагноз поставил, и если диагноз совпадает, то получается вроде как врач прав, да? А если не совпадает, то тогда у вас есть вопросы к врачу. Да, ну, наверное, это даже хорошо, но пока прецедентов, что был неправ врач, не было. Ну, вот это, я же говорил, что мы должны выйти в позитив. Ну, тема, поймите, очень такая важная. Дети, как бы там кто-нибудь... Действительно, это очень тонкий момент, потому что, вспоминая даже себя в детстве, малейшее недомогание, мама может прям считать, что там все, что-то страшное начинается. Очереди, талоны, запись. Вот как это у вас работает? Приемы врачей осуществляются по предварительной записи. Запись осуществляется либо через интернет, либо через терминал, находящийся в холле поликлиники, либо по телефону горячей линии 122, единый номер. Самозапись доступна к врачам-педиатрам участковым, которых у нас на данный момент 4 по количеству участков. И из узких специалистов это врач-хирург, врач-уролог, врач-стоматолог. К ним можно записаться? К ним можно записаться самостоятельно. Да, к врачам более узкой направленности, таки как врач-офтальмолог, врач-утоларинголог или невролог, записи осуществляются только через врача-педиатра. После приема врача-педиатра это, кстати, удобно для того, чтобы некоторые тоже думают, вот мне обязательно туда нужно. А врач посмотрит, говорит, вам туда не нужно, и все. И мы нет этой перегрузки, потом некоторые записываются, не появляются, а время уже вроде как занято. И система работает. Вот еще тут, ну, это касается не только врачей, связанных с материнством и детством, но и со взрослыми тоже. Многие же жалуются, что врач все время что-то должен записывать, 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 и один раз тоже только может взглянуть там на своего посетителя. Это как-то у нас уже упрощается эта система? Ну, вся медицинская документация ведется в электронном виде. А вот, нет, врачи уделяют время как оформлению меддокументации в компьютере, так и пациенту. И пощупают, и потрогают, и посмотрят. А смотрят, пощупают, поговорят, решат, если есть необходимость, запишут на повторный прием. Хорошо. Ну, давайте поговорим еще о кабинетах, которые существуют, об оборудовании, потому что это очень важно. Наверное, любая поликлиника, любое лечебное учреждение, оно славится не только своими замечательными врачами, потому что если врачи замечательные, то туда идут все, даже те, кто туда не прикреплен, пытаются каким-то образом попасть. Потому что самозапись открыта для любого населения, не только прикрепленного на медобслуживание к поликлинике. Вот. Поэтому если самозапись вся занята, значит, наверное, там лечат, значит, наверное, там помогают. Но очень важно еще, каким оборудованием пользуются наши уважаемые врачи. И я знаю, что у вас появились кабинеты, которые не каждая поликлиника может ими порадовать. На настоящий момент у нас проводится ультразвуковая диагностика. Ну, это как бы, да, такая популярная история. Да. Рентгенологическая диагностика, причем проводится рентген как общий, так и у нас имеется стомат-установка. То есть проводится зубной рентген, да, проводится прицельная рентгеносъемка отдельного зуба. Не ортопантограмма, когда снимается вся челюсть, а можно снять именно определенный зуб конкретно, да. Ну, здорово. Это, мне кажется, наверное, тоже не каждая поликлиника может себе такое позволить. Ну, из всех трех поликлиник Мацонда имеется только у нас. Вот так. Поэтому со всех поликлиник Мацонда отправляют на рентген снимки зубов к нам. Вот зря вы сейчас сказали. Теперь все будут к вам в очередь стоять. Пусть приходят, мы всех ждем. Мы всех ждем, да. Ну, и еще, я так понимаю, что УЗИ, да, это как бы тоже такие важные моменты. Почему? Потому что ультразвуковое исследование сейчас без него тоже никуда. И ЭКГ у вас, естественно, тоже есть. И ЭКГ. Без него же тоже никуда не примут. Без него никуда. Да, ЭКГ у нас проводится. Проводится ЭГ, это электроэнцефалография. И определяется функция внешнего дыхания. Сколько сейчас педиатрических у вас участков получается? Четыре. Четыре, да? Четыре врача-педиатры. То есть, если начинается рост, то вы добавляете, пишете какое-то заявление, и вам его добавляют. Или как? Нет. Количество педиатрических участков зависит от количества прикрепленного населения. А, ну это если... Увеличивается количество прикрепленного населения, то да. Понятно. С подъемом заболеваемости, обслуживаем первичную помощь, мы оказываем независимо от того, прикреплен ребенок к нам на медобслуживание или нет. Если пациент заболел и обратился за медпомощью, медпомощь ему будет оказываться. То есть, грубо говоря, ребенок приехал с мамой из Москвы к бабушке, и вот плохо себя почувствовал, и пока не едет в Москву, может прямо к вам прийти, и вы там проверите. Да, и осмотрят лечение на случай. Отлично. Ну, сейчас сделаем небольшую паузу. Как раз вы уже проложили дорожку, потому что сейчас будем говорить о профилактике гриппа УРВИ, что советуют нам врачи, тем более связанную с детками, и как работает поликлиника, потому что ковид у нас еще где-то там в памяти у многих в голове находится, и, кстати, ковид тоже присутствует. Вот тоже об этом поговорим. Нужно ли делать прививку, не поздно ли ее делать? Обо всем этом во второй части разговора с Ольгой Александровной Муценко, заведующей детской поликлиникой номер 3, Мацонда. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях сегодня Ольга Александровна Муценко, заведующая детской поликлиникой номер 3, Мацонда, врач-педиатр. Напомню, что на улице 8 марта уже какое время работает детская поликлиника. На 155 посещений в смену. Помимо всего прочего, сейчас начинается сезон, когда редкий, наверное, ребенок все-таки не болит. Тем более дети ходят в детский сад, в школу, и происходит вот этот перенос инфекций очень быстро. Давайте поговорим о профилактике детской простудной профилактики, если можно так сказать. Сейчас чувствуется какой-то наплыв детишек, которые... Ну, либо просто простуда сильная, а не дай бог грипп, ОРВИ, и насколько детский организм проще с этим справляется, чем, например, взрослый? Сейчас, с началом осеннего сезона, естественно, отмечается рост ОРВИ и гриппа. На данный момент все-таки это больше ОРВИ, грипп приходит несколько позже. Да, конкретно возбудитель, какой вызвал ОРВИ, сказать сложно, потому что имеется не менее 300 возбудителей вирусных инфекций, но они все поражают у нас дыхательные пути, почему они называются ОРВИ, острая респираторная. Просто холодную воду можно выпить ребенок, да, вот в такое холодное же время? От того, что просто ребенок выпьет холодную воду, ОРВИ он не заболеет. Здесь сыграют роль многие факторы, и особенно это состояние иммунитета ребенка. Переохлаждение, неправильная одежда. Переохлаждение, да, неправильное питание, неправильный режим дня. Все это, скучность в помещении, все это может сказаться на том, что если ребенок выпьет холодную воду, и у него будет ослабленный иммунитет, он усилит того, что подействуют возбудители, вызывает заболевание, потому что с вирусной инфекцией мы, можно сказать, встречаемся ежечасно, ежедневно, ежеминутно. Только один человек, один ребенок, да, может заболеть, а другой перенести, пройти мимо. Ну мы о гриппе отдельно сейчас еще поговорим, ну а пока остаемся вот на теме ОРВИ. И давайте тогда посоветуем сейчас, ну деткам, наверное, трудно советовать, хотя они разные есть, а родителям как надо сейчас, может быть, внимательно в рационе что-то поменять, питание, одежду. Вот сейчас тоже такой период, вроде как сильно тепло оденешься, да, вспотел, оделся легко. Да, одеваться необходимо по сезону. Самые основные меры профилактики ОРВИ – это рациональное питание, то есть питание должно быть разнообразным, обогащено микро-макроэлементами, должно быть вкусным ребенку. Ну и витамины какие-то же нам должны быть. Витамины, естественно, это овощи и фрукты по сезону. В период осенний и зимний, наверное, еще необходимо дополнительно ребенку давать витамины, в связи с тем, что в пище их уже не хватает. Потом это правильно рациональный режим дня, то есть достаточный сон, прогулки на свежем воздухе. А, кстати, сколько сегодня врачи считают, должен спать ребенок? Я имею в виду, ну, например, ребенок, ну, разделим на две части, ребенок младшей школы и ребенок... Ну, подростки уже должны спать не менее 8 часов сон. То есть все остается, как и было. Да, ничего не поменялось. Вот, затем прогулки на свежем воздухе, причем гулять с ребенком необходимо в любую погоду. Единственное, что избегать в период подъема заболеваемости, избегать скучности людей. То есть просто гулять одним, так, по отдельной... Да. Как вот во время ковида, я помню, люди друг о друга бегали, через дорогу переходили, чтобы не встречаться. И еще такой вопрос, немаловажный, наверное, по поводу питания и все-таки сна правильного, все то, что вы говорите. Вот скучность, потому что все-таки дети играют вместе и так далее. А, наверное, если ребенок немножко не очень хорошо себя чувствует, то, наверное, его нужно как-то в хорошем смысле слова изолировать, да? Да. И если у ребенка появляются начальные признаки простудного заболевания, то ребенка лучше оставить дома, не отправлять его в детский сад, не отправлять его в школу. Потому что чем раньше выявили, тем быстрее подлечится ребенок. Во-первых, он не будет представлять угрозу для окружающих, так как у нас все очень... Ну, опять же, да, быстро может пройти заражение. Да, распространится по коллективу и быстрее он поправится, меньше вероятность развития осложнений и быстрее ребенок вернется обратно в коллектив. Поправится в строй. Ну и давайте тогда поговорим о гриппе, потому что, насколько я понимаю, еще можно делать прививку. И делают ли у вас прививки? Есть же, наверное, детская прививка и взрослая. Как это распределяется? Вакцинация от гриппа идет полным хода. Еще не поздно привиться. Лучше вакцинироваться за месяц, где-то до начала подъема именно вспышки заболеваемости гриппом. То есть где-то до... А в октябре еще, в ноябре еще прививаться. Можно успеть, да? Можно актуально, да. Особенно... И можно у вас привиться, привести ребенка? Да. В наличии у нас вакцина Ультрикс, это очень хорошая вакцина и переносится хорошо, не вызывает побочных реакций. Прививаются охотно. Привиться можно ежедневно, кроме понедельника, со вторника по пятницу, в часы работы поликлиники. Какие-то должно быть... Мама пришла с ребенком, какое-то разрешение подписать? Естественно, перед вакцинацией ребенок будет осмотрен врачом и педиатром. Если педиатр не выявит никаких отклонений и противопоказаний, ребенок будет направлен на вакцинацию в прививочный кабинет. Ну и я так понимаю, так как вы поликлиника, то предполагается, что к вам могут прийти здоровые пациенты, я имею в виду заболеваниями какими-то неинфекционного характера, и есть те, которые могут прийти с температуры. И вы каким-то образом разделяете эти потоки? Да, у нас это разделено. Для остро заболевших, для детей лихорадящих с цепью есть отдельный фильтр-бокс. Это отдельный вход от поликлиники, там присутствует врач. Специальный, да. Специальный, да. Отдельно для этого выделены, да, чтобы не отрывать врачей-педиатров от приема, который проведет осмотр, даст необходимые рекомендации, при необходимости откроет лист нетрудоспособности и назначит уже повторную явку ребенку на прием к педиатру. Хорошо, это очень такая полезная история, потому что, опять же, мы сокращаем варианты... Мы сокращаем контакты остро заболевших с уже выздоравливающих, и фильтр-бокс проводит прием без предварительной записи, очереди нет, пришел, получил медпомощь, ушел. И уйдешь лечиться, я понял. Еще такой вопрос, коль мы говорим о возможных уже заболеваниях, когда температура повышается, когда все на нервах и так далее, вызов врача на дом. Вызов врача на дом. Как это работает? Вызвать врача на дом можно, да, в случае невозможности посетить фильтр-бокс, если высокая температура, выше 38 градусов, до 38 все-таки это приходит на фильтр-бокс. Ну, с ребенком, да. А если выше, как работает прием врача? Вызов врача на дом осуществляется, либо самостоятельно родители вызывают, либо через 122. Для осуществления вызовов на дом в Мацонт выделено отдельное, это централизованное отделение оказания первичной медико-санитарной помощи, которое работает 7 дней в неделю, то есть с 8 утра до 8 вечера ежедневно, не взирая на выходные и праздники. То есть если вызов поступил до 18.00, то он будет осуществлен в этот же день. Понятно. То есть эта система как бы уже настроена и так далее? Уже налажена, да. И врачи, которые сидят на приемах, на вызовы не ходят, им увеличены часы приема именно в поликлинике. То есть вы как бы так распределили, да? Распределили, да. Опять же возвращаемся к вопросу, что при правильном распределении все работает лучше, чем, я помню, наши еще времена, когда бедная врач приходит уже к последнему пациенту, а у нее впереди еще рабочий день, вторая смена. Нет, для вызовов это отдельное отделение. Ну и давайте немножко поговорим, чем болеют детишки, и не дай бог, если какое-то серьезное заболевание, как у вас идет контакт, вы отправляете в больницу или, не знаю, там какие-то варианты, как, что, чем сейчас, в чем проблематика детского, детских заболеваний? Детские заболевания, по сути, проблематика остается всегда одна и те. Также, да, это заболевания желудочно-кишечного тракта, это вегетососудистая дистония у подростков, это различные анемии, ортопедическая патология и проблемы органов зрения. Ну, фактически, вы перечислили все то, чем мы потом, начиная с детства, и болеем, да? Да. Специалисты осматривают в поликлинике, при необходимости получения либо другого мнения, либо уточнения диагноза, пациенты маршрутизируются либо в консультативно-диагностический центр МОЦОМ, либо в другие учреждения Московской области, в частности, это либо НИКИ детства, которые находятся в филиалах в Москве и в Матищах, либо также сейчас, буквально в августе, открылся новый ДКЦ имени Рошаля, туда также маршрутизируются дети на консультацию. Да, показывает большой такой комплекс. То есть на сегодняшний день, я почему этот вопрос адресую, что, ну, давайте так говорить, иногда опять же маме, папе, бабушке, дедушке кажется, что там вот ему что-то не додали, да? Не досмотрели. Не досмотрели, а я вот думаю. Если, например, человеку, его никуда не направляют, потому что врач установил диагноз, она уверена в своём, да, а вот родители считают, что нужно всё посмотреть. Есть варианты. Какой? Можно написать какую-то просьбу, что ли, чтобы попасть к другому врачу или как? Нет, просьбу не нужно. Это всё решает непосредственно врач на приёме. То есть, если врач всё-таки убедить его, он может написать, да, такое вот решение отправить на досмотр. На досмотр, да. Хорошо. Ну и на сегодняшний день, понимая, что у человека, который в данном случае отвечает за целый коллектив, наверняка приходит и жалуется, вот это понятно, и вы решаете эти вопросы, мы уже обсудили. А как благодарят? Бывает такое, что родители приходят и говорят, ой, да если бы не там такой-то врач, как вот это происходит? Благодарности. У нас есть чат нашей поликлиники. Да, о-о-о. Да, куда можно? Вы его каждый день читаете, наверное. Да, он работает в чат, в телеграме, он работает в часы работы поликлиники. Родители могут написать вопрос, и, соответственно, этот вопрос, ответ они получат. Ну, что касательно медицинской помощи, да, либо перенести запись, либо ещё какой-то вопрос. Вопрос решается. Также в этот чат пишут о благодарности на врачей. Плюс о благодарности можно написать и также и на сайте учреждения. И в Министерство здравоохранения. И в Министерство здравоохранения Московской области Российской Федерации. Понятно. И бывает, и устно приходят пациенты, да, что благодарят за врачей. Вот это тоже важно. Почему? Потому что мы, ну, понятно, что когда нам что-то не нравится, мы иногда немножечко, особенно когда с детьми связано, да, такая, немножко, как говорят сейчас, истерим, да. А когда вопрос решается или решается, знаете, как человек идёт с подвохом. Вот, наверное, сейчас придём, очередь будет. Наверное, что... А потом раз-раз-раз всё вроде бы сделали и так далее. Поэтому не стесняйтесь, наверное, тоже высказывать какие-то благодарственные моменты. Вот видите, существует чат, и это говорит о том, что врачи не отворачиваются и быстро стараются реагировать. Потому что есть, наверное, детки, которые, ну, действительно сложные по заболеваемости, чаще приходят. Вы, наверное, их уже знаете, следите за ними, вот, да, как и прикреплённые к вам. А есть те, кто вот, оказывается, неважно, из какого ты города даже, тебя могут принять и всё лечение предоставить. Верно? Верно. Ну, я так понимаю, что если что-то срочное, скажем, вот, если ребёнок по скорой помощи, он тоже к вам может поступить? Или это уже больничное? По скорой помощи это только в стационар. В стационар. Это уже другая история. Ну что, нам остаётся вам пожелать удачи в этой сложной работе. Самый первый вопрос у меня был, почему врач-педиатр? Теперь понятно, почему. Потому что вся ваша жизнь на это как бы заточена. Вам хорошего контингента, я имею в виду, ваших замечательных врачей, потому что это тоже люди, все хотят и любимой работой заниматься, и получать какое-то от этого удовольствие, в том числе и на каком-то уровне житейском. Ну и, конечно же, детки, которые вы ставите на ноги, я думаю, это такой плюс к какой-то ауре, что называется. На сердце, да. Желаем вам удачи в вашем лице всему коллективу поликлиники, непростой детской поликлиники номер 3 Мацонт, заведующей которой является врач-педиатр Ольга Александровна Муценко, которая была гостью нашей сегодняшней программы. Ну а программа наша называется «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин